Здравствуйте. Участники конкурса еще продолжают приносить в библиотеку свои работы. Модели заповедников, которые подготовили школьники, собралось уже более 20. 10 лет назад начинался с 5 классов участников. В этом году у нас из города Видное и Ленинского района участвует 110 классов. Вот такой охват. Вика со своим классом сделала объемный макет смешанного заповедника. Его территорию населяют не только животные и растения средней полосы России, но и тропические. Получилось очень натуралистично. Я вообще очень люблю лепить. Я слепила сюда зайку, слепила белочку и еще котика слепила. Я сделала вот такие деревья, а участвовали все. Каждая вещь трудная, ее надо довести до конца, шерстку сделать. Если, например, мишка, то там очень тяжеловато, много пластилина. Работы пока не оценены. Подведение итогов состоится 25 марта в кинотеатре «Искра». Торжественное мероприятие будет приурочено к неделе детской книги. После окончания конкурса в библиотеке состоится выставка, на которой будут представлены все работы. Не знаю, но смотря как судьи решат. Просто решать за них я не могу. Им лучше, лиднее. Кстати, не только по работам будет оцениваться, но и по той работе, которую класс проводил в течение нескольких месяцев с октября по март. Это были визиты в библиотеку, это было чтение книг, обсуждение, совместные мероприятия. Вот все школы работают в тесных контактах с библиотекой с центральной детской и с библиотеками в поселении. В Видновской библиотеке в рамках конкурса «Самый читающий класс», посвященному Году заповедников в России, проводилось много познавательных занятий и интерактивных программ для школьников, где они могли познакомиться с возникновением и созданием заповедных зон, узнать о животных, занесенных в Красную книгу, и самое главное – научиться бережно относиться к природе. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.